Божьи слова на каждый день Плод человека прельщена сатаной, глубочайшим и серьезнейшим образом ослеплена и испорчена. Наиболее фундаментальная причина, почему Бог лично работает во плоти, заключается в том, что объектом его спасения является человек, который из плоти, и в том, что сатана также использует плод человека, чтобы препятствовать работе Божьей. Битва с сатаной, по своей сути, является работой по завоеванию человека, и в то же время человек остается также объектом Божьего спасения. Таким образом, работа воплощенного Бога имеет важное значение. Сатана прельстил плод человека, и человек превратился в воплощение сатаны, стал объектом, который Бог должен победить. Таким образом, работа ведения битвы с сатаной, спасение человечества происходит на земле, и Бог должен стать человеком для того, чтобы вести битву с сатаной. Эта работа в высшей степени практическая. Когда Бог работает воплоти, Он фактически ведет битву с сатаной воплоти. Когда Он действует воплоти, Он совершает свою работу в духовной сфере и делает на земле реальной всю ту свою работу, которую выполняет в духовной сфере. Объектом завоевания является проявляющее непослушание Богу человек. Объектом поражения является воплощение сатаны. Пребывающий с ним в состоянии вражды. И человек же является тем, кто в конечном счете будет спасен. По этой причине для него тем более необходимо стать человеком, который обладает внешней оболочкой сотворенного. Чтобы Бог мог провести реальную битву с сатаной, завоевать противящегося ему человека, имеющего такую же внешнюю оболочку, как и он, и спасти пострадавшего от сатаны этого человека с такой же внешней оболочкой, как и он. Его врагом является человек. Его объектом завоевания является человек. И его объектом спасения является человек, который был им сотворен. Поэтому Бог должен стать человеком, что существенно облегчает ему работу. Он способен одержать победу над сатаной и завоевать человечество. И более того, способен спасти человечество. Хотя эта плоть нормальна и реальна, все же это необыкновенная плоть. Он являет собой плоть, которая не только человеческая, но плоть одновременно и человеческая, и божественная. В этом его отличие от человека. И это отметка личности Бога. Только такого рода плоть способна совершить работу, которую он намерен делать. Исполнить служение Бога воплоти и полностью завершить его работу среди человечества. Если бы это было не так, его работа среди людей всегда была бы пустой и неполноценной. Несмотря на то, что Бог может вести битву с духом сатаны и выйти победителем, прежний характер прельщенного человека не может быть устранен. И те, которые противятся ему и противодействуют ему, никогда не смогут по-настоящему стать подданными его владычеству. Другими словами, он никогда не сможет завоевать человечество и никогда не сможет обрести все человечество. Если его работа на земле не может быть исполнена, тогда его труд управления так и не будет доведен до конца, и все человечество не сможет войти в покой. Если Бог вместе со всем своим творением не может войти в покой, тогда не будет результатов такого его труда управления, и вследствие этого слава Божья исчезнет. Хотя его плоть не имеет власти, работа, которую он совершает, достигнет своего результата. Это неизбежное направление его работы. Независимо от того, обладает его плоть властью или нет, доколе он способен выполнять работу самого Бога, он является самим Богом. Вне зависимости от того, насколько нормально и обычно это плоть, он может делать положенную ему работу, ибо эта плоть есть Бог, а не просто человек. Причина, по которой эта плоть может делать такую работу, которую не может делать человек, заключается в том, что его внутренняя сущность отличается от любого человека. И причина, по которой он может спасти человека, заключается в том, что его личность отличается от личности любого человека. Эта плоть настолько важна для человечества, потому что он есть человек, и даже более того, он Бог, потому что он может совершить ту работу, которую ни один обыкновенный человек из плоти не может сделать, и потому что он может спасти прельщенного человека, который живет вместе с ним на земле. Будучи идентичным человеку, воплощенный Бог, тем не менее, более важен для человечества, чем любая иная важная персона, ибо он может сделать работу, которую не может сделать Дух Божий. Он более Духа Божьего способен свидетельствовать лично самому Богу и имеет больше, чем Дух Божий, возможностей в полной мере обрести человечество. В результате, хотя эта плоть нормальная и обычная, его вклад и его значение для существования человечества делают его в высшей степени ценным, и реальная ценность и значимость этой плоти неизмерима для любого человека. Хотя эта плоть не может непосредственно уничтожить сатану, он может использовать свою работу, чтобы завоевать человечество и победить сатану, и заставить сатану полностью подчиниться своему владычеству. Именно в силу воплощенности Бога он может одержать победу над сатаной и способен спасти человечество. Он не уничтожает сатану напрямую, но становится плотью, чтобы выполнить работу завоевания человечества, которое прельщено сатаной. Таким образом, он в большей мере способен нести свидетельство о себе самом среди сотворенных и в большей мере способен спасти прельщенного человека. Поражение сатаны воплощенным Богом несет более великое свидетельство и более убедительно, чем непосредственное уничтожение сатаны Духом Божьим. Бог воплоти в большей степени способен помочь человеку познать Творца и в большей степени способен нести свидетельство о себе среди сотворенных. Субтитры создавал DimaTorzok